Это мы начинаем, да? А он все время был включен, мы переговаривались, думали, что нас никто не слышит, оказывается, у нас вообще зависит. Добрый день, дорогие коллеги! Мы рады всех приветствовать в прессе Андрея Голсомольской правды. Мы проводим второе в цикле данных пресс-конференции мероприятие. Первое, если вы помните, было в августе, и мы обсуждали итоги социологического исследования, проведенного в Ленинградской области, посвященные проблемам объединения интеграции Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И там был результат исключительно по жителям одного субъекта федерации. Мы обещали, что вторая пресс-конференция будет в этом году, будет посвящена уже социологическому вопросу в Санкт-Петербурге. И вот сейчас мы ее проводим, сейчас мы эти материалы вам представим, сможем обсудить конкретно сегодняшний материал и, может быть, его в сравнении с тем, что было сделано раньше. Значит, один важный момент, который я хочу сказать вначале, предваряя цифры, графики и таблицы. Исследования проводились в два принципиально разных периода. Ленинградского область опрашивалась в феврале-марте, и мы помним это время, мы тогда все бодро смеялись над китайцами, которые едят летучих мышей. Коронавирус был где-то там далеко, ничего подобного. В феврале у нас в стране не было, мы готовились к изменению Конституции, и впереди был безоблачный политический сезон с небольшими процессами, касаемыми только нашей текущей, обычной социально-экономической, общественно-политической жизни. Потом случился коронавирус, мы не смогли провести цифрологическое исследование второй этап в Петербурге, сразу после областного, потому что были запрещены вообще все массовые мероприятия. Потом случилось лето с ожиданиями, что будет вторая волна, не будет. И перед началом второй войны, в сентябре-октябре, мы успели провести исследование в Петербурге. Но состояние общества, состояние населения, конечно, принципиально изменилось к этому моменту. Если, честно говоря, весной и области города жили обычными своими текущими проблемами, осенью, конечно же, вся ситуация с падением экономики, с осложнением социально-экономической жизни, с влиянием психологических факторов, вызванных антиэкономическими мероприятиями, сыграли свою роль. Я уверен, что если бы мы сейчас одновременно опрашивали область, результат тоже бы уже изменился. Но что есть, то есть. Объективная реальность вносит свои изменения в нашу размеренную планируемую жизнь. И мы смотрим данные по Петербургу на сентябрь-октябрь нынешнего года. По ходу цифры я попытаюсь прокомментировать, где здесь влияние коронавируса и что можно было бы увидеть, если бы его не было. Но это чисто предположительно. Основываться в данных, которые есть, нужно. Итак, мы говорим об исследовании, которое провел Институт современного государственного развития в сентябре-октябре. Болевой этап закончился 26 октября. В исследовании было опрошено 1200 человек. Целевая группа генерал-совокупности – 3 млн 817 тысяч человек. Это взрослого населения города. Старше 18 лет, по данным городской избирательной комиссии, контролируемые параметры полумножности местопроживания. Местопроживание в нашей ситуации считается район. Мы не делили на семейское городское население. Выборка – случайная, модная достоверность одномерных распределений и процентов. Мы считаем, что у нас абсолютно репрезентативное исследование, и его данные можно честно экстраполировать на весь Петербург. Поехали. Значит, ну, сейчас сначала основные моменты, да, распределение возрастных категорий ответа, распределение по полу, распределение по образованию в Петербурге, и дальше распределение по социальному положению. В общем, данные цифры, в принципе, коррелируются с основными параметрами статистическими Петростата, поэтому мы считаем, что все хорошо. Итак, поехали. Первый блок вопросов касался проблематики Петербурга. Чем сейчас живут петербуржцы? Что основное у них есть? И вот видим, первая проблема, получившая более 30% поддержки респондентов, это, смотрите, у нас явно вырезают два вопроса за 30%. Да, это проблемы в работе учреждений здравоохранения и низкие социальные выплаты, их трудные доступности. И вот сразу, да, мы понимаем, это результат коронавируса. Никогда такого не было, чтобы именно вот эти два пункта так заметно выбивались. То есть проблематика, вызванная эпидемией коронавируса, да, она доминирует в данной ситуации. Второй кластер, который мы здесь видим, это вопросы, получившие более 20% поддержки респондентов. И это уже стандартная проблема жизни города. Плохое состояние дорог, рост безработицы, плохая экономия. Вот, их там видно, да. Да, это важные вопросы, 20%. И, что важно, да, здесь можно было выбрать несколько вариантов ответа, до пяти. То есть, если было бы по одному, грубо еще меньше. И третья группа, это вопросы в диапазоне 10-20%, они уже не столь интересны. Ну и 5%, мы понимаем, что при нескольких вариантов ответа, то, что менее-менее пяти процентов, два блока, соответственно, никаких проблем они не вызывают у населения. Средства массовой информации и учреждения группы. Сразу виден, да, влияние коронавирусной ситуации. А теперь, какие проблемы решаются? И какая проблема лучше всего решается? Плохие дороги. Ситуация абсолютно похожая на то, что мы видели в Ленинградской области. Те же проблемы, которые респонденты оценивают как наиболее сложные, они же про них говорят, как и в основном решаемые. То есть, проблема есть, город ей занимается. Поэтому, вот то, что касается основного класса городских проблем декущих, состояние такое же, как область, обычное, спокойное. Есть проблема, город ее решает. Дороги плохие, город ими занимается. На втором месте, если и значимых ответов, то это экология. Опять же, есть экология проблемы, город ей занимается. Здравоохранение и системы здравоохранения больницы и социальные выплаты положены на результатах коронавирусной ситуации. В результате принятых решений по противодействию коронавирусной ситуации, они здесь не восхищаются. Это явно выбивается из общей динамики. Довольны ли вы тем, как решаются проблемы? Ну, сложная ситуация, да. Мы видим, что в основном люди недовольны. Если в сумме точно да и скорее да, это 33%, то скорее нет и точно нет 57%. Ситуация сложная, никто это не отрицает. В общем, не нужно прятать голову в песок и говорить, что все хорошо. Нет, экологическая ситуация уносит свои коррективы. Если мы вспомним Ленинградскую область, там в феврале ситуация была гораздо спокойнее между решается или решается. Точно хорошо и совсем плохо. Поэтому вот первый блок, он нам показывает изменение психологического состояния жизни Петербурга, жизни вообще социума в этот период. И теперь пошли смотреть по поводу объединения в Санкт-Петербурге Ленинградской области. Первый вопрос. В какой форме вы контактируете с Ленинградской областью? У нас три вида гистограмм. Давайте пока на это остановимся. Все очень-все очень прозаично, все очень прагматично. На первом месте отдых и развлечения. Понятно, зачем петербуржцы пользуются Ленинградской областью. Это рекреационная зона основная для нашего города. И второе, посещение родственников. Вполне логичные, понятные ответы, которые ожидались. Что для меня было неожиданно, и это, в общем, такая новость этого исследования, что очень большое количество респондентов говорят, что они вообще не контактируют с Ленинградской областью. Почти четверть. То есть, ну, для меня это было удивлением. Я не знаю, как для вас, но то, что четверть петербуржцев в опросе говорит, что они не имеют контактов с соседним субъектом, которым он полностью ограничен. Для меня это велико. Но это так. Поэтому давайте смотреть. В принципе, разделения между мужчинами и женщинами и возрастными категориями не сильно различаются. Ну, можно сказать, что там, да, мужчины чуть больше не контактируют, чем женщины. Мужчины более спокойные в этом отношении. Следующий вопрос. Как часто это происходит? Ну, вот, опять же, основные ответы – это от нескольких раз в месяц до нескольких раз в год. При этом ответ несколько раз в год выбрало меньшее количество респондентов, чем вариант «никогда». Вот я уже на этом акцентировал внимание, для меня это интересно. То есть второе место, да, вообще в период части «никогда». Молодежь и средний возраст выбирают ответ несколько раз в месяц, несколько раз в год. И вариант «никогда» пожилое поколение выбирает вариант ответа «никогда» несколько раз в год. Ну, это, в общем, вполне логично, да, пожилые люди ездят меньше. То есть, на самом деле, вот такого, как показалось, тренда, что на лето пожилые жители Петербурга переезжают в Ленинградскую область, по исследованию не выявляется. Опять же, мужчины чаще выбирают ответ «никогда». Женщины чаще выбирают несколько раз в месяц. Так что, мобильность женщин в Петербурге выше, женщин более мобильнее, чем она. Вопрос «как долго вы находитесь на территории Ленинградской области в течение года?» Опять же, четверть не бывают. Логичные ответы всех предыдущих полностью коррелируются с предыдущими вариантами. И содержательные ответы первые три места. Несколько дней, неделю, месяц от 10 до 20% данные на респонденты. Вариант «несколько недель» как-то проседает, то есть месяц заметно несколько недель меньше. Ну, в общем, вот частота общения петербуржцев с Ленинградской областью и качество этих контактов. Вот мы видим из этих представленных гистограмм. Как вы считаете, насколько важна тема интеграции? Ну и мы видим, что на нынешнем фоне в основном это равнодушие. То есть нельзя сказать, что петербургцы противники интеграции. Если мы посмотрим на сумму негативного выбора и позитивного выбора, то позитивный выбор больше. Острые необходимости желательно набирают заметно больше, чем ответы неактуальны и против. И это говорит о том, что в принципе позитивное настроение преобладает. Но влияние коронавирусной ситуации, о которой мы говорили раньше, ну, конечно же, тему интеграции, тему объединения отодвигает на второй план. Когда люди думают о больницах, когда люди думают о здоровье своих родных, когда они беспокоятся о том, какие выплаты могут быть, что где происходит. Вопрос гипотетической интеграции двух субъектов, ну, наверное, не столь важен сегодня. Хотя, опять же, мне казалось, что коронавирусная ситуация должна была внести сюда скорее позитивный момент, потому что многие петербуржцы, как предполагалось, самоизолировались в течение полугода в Ленинградской области и жили там постоянно. Часть жителей Ленинградской области пользовалась медицинскими учреждениями в Петербурге, и мы это тоже замечали. И в этом отношении соединение инфраструктуры двух субъектов, казалось бы, должно было вызвать больше энтузиазм и должно было быть поддержано. Но нет, как бы мы об этом не говорим. Да, да, больше за объединение, чем против, но при этом заметная группа респондентов говорит о том, что сейчас для них это не актуально. Что может привлекать вас к интеграции? И вот хороший вопрос, полностью подчеркивающий предыдущие варианты, рассматриваемые в данном исследовании. Ну, первое место ничего не привлекает, понятно. А дальше, смотрите, все очень прагматично. Петербургцы рассматривают возможность объединения не с точки зрения красивых идеологен или каких-то долгосрочных планов. Все просто. Улучшение логистической связности региона. Треть опрошенных. Все понятно, все просто. Мы ездим в Ленинградскую область, стоим в пробках, стоим в развязках. Да, интеграция позволит эту проблему решить. Третье. Улучшение качества услуг в области новых возможностей в сфере отдыха, спорта, культуры. Мы пользуемся Ленинградской областью как зоной отдыха, возможности интеграции, улучшить данные объекты. И петербургцы лучше смогут пользоваться объектами спорта, культуры. Все понятно? Мы практически четко. Так что, да, интеграция для петербургцев это улучшение своей нынешней жизни, улучшение своего нынешнего качества использования региона структуры Ленинградской области. Для петербургцев объединение, интеграция это вот это. Третье и четвертое место набрали, соответственно, 18%. 20% это сокращение общего числа чиновников при объединении, возможность увеличения федеральных инвестиций. Вот это уже идеологические темы. Привлечение инвестиций, то что на самом деле там каждый для себя понимает по-разному, что такое инвестиции. Явно совершенно каждый петербуржцев у себя в кармане не увидит. И возможность снижения количества чиновников, ну да, наверное, их уменьшится количество. То есть вот первые два это чистая прагматика, вторые два, да, это уже некая идеология. Что может быть негативным? И опять же, знаете, для меня тоже интересный результат. Ну, вариант ничего не может быть негативного понятный, да, 40%. А дальше, первое место занимает 32% варианта неразбериха в системе управления. То есть тоже понятный, понятный, понятный ответ совсем. Мы потеряем управляемость большим нормам субъекта. Но на какой-то время, конечно, это произойдет, как-то, да, по закону. Другая реорганизация поверет только ухудшение. Понятно. Потеря, второе место. Потеря города в частности бюджетных средств и перенаправления их в Ленинградскую область. Супер прагматичный вариант. Ничего больше всех считаем деньги в своем гармонии. И третье и четвертое место. Проблемы для систем местного самоуправления, одновременно, в городе и области. И рост числа переезжающих из области в Санкт-Петербург. Опять же, чистая прагматика. Что интересно, да, смотрите. Я-то думал, что петербуржцы будут сильно реагировать на возможность потери Петербургом статуса города федерального значения. Никакой идеологический бренд, да, Ленинград был городом всесоюзного значения. По Конституции Советского Союза у нас были союзные республики, автономные республики, края, области, автономные районы. И два города всесоюзного значения – Москва и Ленинград. Сейчас по конституции Российской Федерации у нас три города федерального значения. Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. При объединении Санкт-Петербурга и Ленинградской области Санкт-Петербург становится областным центром, так же как Свердловск, Екатеринбург, центр Свердловской области, соседний Псков, центр Псковской области. Санкт-Петербург становится центром Ленинградского области. Мне казалось, это будет значимо. Корреспондентов нет. 9% меньше 10% на идеологию реагируют абсолютно спокойно. Так что чистая прагматика. И в какой форме, на ваш взгляд, может произойти объединение? Совершенно тоже логично, исходя из предыдущих вариантов опроса, гистограмма. Как мы раньше говорили, первое место там занимается, что объединение не должно быть. Меньше 50%, около 40%. И дальше по снижению присоединения к Петербургу, принадлежащему к муниципальному образованию, около 30%. Создание общих административных структур управления Ленинградской области и Санкт-Петербургом, по примеру, два субъекта, одна агломерация, 18%. И полное снижение, создание нового объединенного субъекта, 14%. Да, тоже результат понятный, в общем, коррелирующийся с тем, что мы видели до этого. Поэтому Петербург, еще раз, чистая прагматика в данной ситуации, никакой идеологии, ничего личного, чистый бизнес-майк. Рассматривают Ленинградскую область, как часть своей жизни в области рекреации, в области отдыха. И хотели бы, чтобы эти условия улучшились. Если это может быть сделано за счет объединения, мы, в общем, спокойны к этому отношения. Скорее за объединение, чем против, но большинство относится к этому процессу на сегодняшний день равнодушно. Поэтому можно сделать там общие выводы, давайте их посмотрим. Вот. Ну, они, в общем, уже были представлены. Проблемы, мы видим, что они есть. Да, проблемы существуют. И сказать про социальный оптимизм, наверное, нельзя в сегодняшних условиях, что объективно. Первая проблема – это проблема, вызванная ситуацией с антиэпидеологическими мероприятиями. Дальше – проблема текущей городской жизни. Они же коррелируются с тем, что уже сейчас решается. Проблемы коронавируса, да, они актуальны. Там корреляция с решаемым проблем у них нет. Ну и пока мы не вышли из вот этой ситуации с эпидемией, наверное, нельзя говорить, что тут оценка может быть позитивной. То есть, когда динамика будет в обратную сторону, когда будет понятно, что кризис преодолен, мы его победили, и оценка будет соответствующая, пока не победима. Ну, это объективно вернуть. Вопрос интеграции, как мы говорили, да, он интересен. Скорее за интеграцию, чем против. При том, что пассивность и вопрос, что нужно подумать еще чуть-чуть ухозже, он умный актуален. Оптимизм есть. И оптимизм в этом отношении, на мой взгляд, он еще раз находится в зоне обсуждаемых перспектив. Вот в отношении Петербурга-Венобласти, с точки зрения, да, определенного снипсиса Петербурга, нельзя говорить, что это, как предположим, в НАО и в Архангельской области. Там полное отрицание, НАО не хочет объединяться никаким образом, и там это идеологически, вот там это никаких разговоров о том, что может чуть-чуть ухудшиться управляемость. Там не об этом речь. Там речь, да, о форме своей жизни. Вот там боязнь потери нынешнего статуса, боязнь потери того образа жизни, в котором находятся навыки. Для петербурцев все не так. Принципиально сказать, что там петербурцы встанут на дыбы и пойдут на демонстрации, нет, этого не будет. Спокойное, ровное отношение, скорее, за, чем против, но, вот, вот. То есть ситуация рабочая, и если говорить о возможности договариваться, о возможности, там, квалифицированной работы в данном направлении, то разъяснительные беседы, разъяснительные документы вполне данной ситуации могут менять и двигать. Понятно, что, скорее всего, это все будет актуально после преодоления коронавирусных мероприятий, но, опять же, так вспомним, на недавнем совещании в правительстве Петербурга Александр Ильич Беглов говорил, что в развитии концепции стратегического развития Петербурга нужно учитывать агломерацию с Ленинградской области. 26 ноября поручения заниматься этим вопросом и вопросы агломерации, прописать стратегии, были названы. Так что это актуально, спокойно, постепенно, год к обсуждению, реализации данных вопросов идет. Но, опять же, без революции прямо здесь и сейчас занимаемся коронавирусом. Что интересно, что каких-то, ну, в общем, логично, да, что каких-то таких вот серьезных флуктуаций, серьезных выбросов по полувозрастной категории и тегло, ну, а те, которые есть изменения, они, в общем, вполне логичны, чуть больше активны молодежь, чуть больше активны женщины, чем мужчины. Может быть, это странно, но, ну, в общем, в пределах, там, 5%, все это вполне логично смотрится. Ну, все, видимо, потому что я вот нажимаю, мы меняем последние два сайта. Поэтому общий вывод по исследованию, еще раз, петербургцы скорее за интеграцию, чем против. Ситуация с коронавирусом принесла серьезные изменения в мурально-психологическом настроении общества, что логично. Сейчас некая апатия и вот некая пассивность в рассмотрении стратегических дальних вопросов. И прагматизм в взглядах петербургцев очень налицо. Поэтому для петербургцев тема интеграции, я думаю, что не закрыта, она актуальна, она будет обсуждаться дальше. Сейчас преодолеем нынешние сложности, пойдем к дальнейшей жизни. Спасибо. Спасибо.